Ребят, всем большой привет! Добро пожаловать на канал Ирин Канискик. Меня зовут Ирина. Большое спасибо, что вы заглянули в гости. Я очень рада вас здесь видеть. Сегодня я хочу поделиться с вами мнением на продукцию, которую я попробовала. Это натуральная продукция, выходит за волосами. Если вы любите ухаживать за своими волосами, любите натуральную косметику, усаживайтесь поудобнее. Берите кружечку чая, чего-то вкусного и полезного и поехали смотреть, что я для вас приготовила. Совсем недавно я познакомилась с брендом Green Pharma и Avenal, и у меня уже появились любимицы на самом деле. И хочу сразу же сказать, что это натуральная продукция российского производства, и это прям очень радует, потому что всегда приятно, когда на территории твоего государства производят хорошие вещи. Ну что, поехали смотреть, что я для вас приготовила, какое у меня не сложилось. Первое, с чего хочу начать, это шампунь, которым пользовался мой супруг. И я вот прям из него выпутывала, понравилось, не понравилось, что как было, выбивала из него как могла. Но он со мной мнением поделился, и я спешу рассказать вам, что же он мне сообщил. Ну так вот, данный шампунь идет в зеленой пластиковой упаковке в объеме 500 мл, с PH балансом от 5,5 и 5,8. Данный шампунь у нас заявлен как лечебный шампунь, который содержит эффективный солициловый компонент с богатым действием эфирных масел. Эфирные масла здесь чайное дерево, масло сандала, также здесь присутствует липа и, по-моему, лимонграсс здесь присутствует. Но судя по аромату, он пахнет лимонграссиком. Что я могу сказать, он предназначен для частого применения. На самом деле, этот шампунь я сама не пробовала, и поэтому все, что сказал мне супруг, я сейчас вам буду говорить. Первое, что отметил мой супруг, он сказал удобная упаковка, которая, в принципе, легка в применении, не надо ничего здесь мудрить. Нажал, выдавил и пошел. Второе, он мне сказал, достаточно мылки, мой супруг им пользовался 2 недели, и мой супруг не тот человек, который будет контролировать количество подачи косметических продуктов, шампуня или багери для душа. Вы, ну, понимаете, да, там как бы, как мужчина обычно это делает. Но, несмотря на это, расход данного шампуня очень экономичный, он хорошо пенится. После использования данного шампуня волосы были мягкие, действительно мягкие. У моего супруга от природы жесткие волосы, и этот шампунь добавил мягкости волосам. У моего супруга в последнее время достаточно сухая кожа головы, и появились хлопья перхоти, и что мы только не делали на самом деле. С помощью данного шампуня сухость головы немножко подутихла, и как таковых уже хлопьев, вот этих вот перхоти, их уже нет. И я надеюсь, что по истечению использования данного шампуня перхоть вообще уйдет. И что же мне сказал по заключению мой супруг? Он мне спросил, почему ты раньше не покупала данный шампунь? Прикольный хороший шампунь, который хорошо очищает, пенится и хорошо смывается с волос. Бери его в следующий раз еще так, что, девчонки, мальчишки, прошел он, собственно говоря, экзамен моего супруга, ему понравился. И я думаю, что да, посмотрим, как он будет дальше работать на моих, точнее на волосах моего супруга. Никакой аллергии, зуд, шелушения, жжения, ничего такого он не вызвал, несмотря на то, что натуральная продукция, натуральный шампунь, но никакой аллергической реакции он не вызвал. Неплохой шампунь, смело вам могу его порекомендовать, если у вас жесткие волосы и тоже присутствует перхоть, отлично подойдет. И мой супруг данным шампунем моет волосы каждый день, как вы видите, расход у него идет экономичный. И главное, что он не пересушивает. Следующий шампунь, шампунь уже предназначенный, я покупала его, точнее брался он для меня, это от бренда Эвина, данный шампунь с экстрактом плаценты, при выраженном выпадении волос, для всех типов волос, он предназначен как для мужчин, так и для женщин. Он заявляет, что он идет с кератином и лекарственными травами, без СЛС и парабенов. На самом деле, я на него возлагала дичайшие, сильнейшие надежды, но по факту он меня не впечатлил. Единственное, что мне понравилось, это его аромат и как он пенится, и то, что чистота волос с ним длилась до двух дней. Все, больше мне ничего в нем не понравилось, как-то он меня не впечатлил после его использования, просто обычный шампунь, который неплохо очищает волосы, по моему мнению, и все, больше я от него ничего такого не заметила. Да, удобная упаковка, хорошая крышка дозатора, вот эта вот, которая выдает продукт, и все. Ну, как-то, девчонки, мальчишки, мне особо он не понравился, и преувеличивать его возможности я не хочу. У него идет баланс от 5,4 до 5,7, но могу сказать, наверное, для частого применения он подойдет. Волосы он не пересушивался, шелушение он не вызвал, перхоти от него не появилось, ничего какого-то критичного, но по мне он показался обычным шампунем, который неплохо очищает волосы, и все. Следующий шампунь, которому я изначально отнеслась достаточно скептически, потому что, во-первых, у него идет уже немножко другая упаковка, во-вторых, мне дико не понравился его аромат, вот когда я его открыла, попробовала, понюхала этот аромат, я поняла, ну фу-фу-фу, вот этим будут пахнуть мои волосы, мне не понравился аромат. У него идет объем 500 мл, тоже зеленая пластиковая упаковка, у него пах-баланс от 5 до 6, что могу сказать, этот шампунь идет уже укрепляющий шампунь при выпадении волос, он имеет экстракты ройбаса, шалфея, женьшеня, витамин B3, цинк и экстракт хинного дерева до 50%. Но по факту могу вам сказать, он отлично промывает волосы, отличнейшие, после него волосы очищены, по-настоящему чистые волосы, чистоты волос, к сожалению, хватает только на сутки, и они чистые, блестящие, рассыпчатые, прям от корней, вот прям, знаете, они вот действительно очень чистые, и это видно. Он неплохо смывает, кстати, масляные маски, на удивление, на мое большое удивление, неплохо смывает масляные маски, но после него, что после вот этого шампуня, что после вот этого шампуня, обязательно нужно использовать какой-то бальзам, кондиционер, маску, потому что длину он может подсушить. Но это по моему личному наблюдению, длину нужно после него обязательно как-то сдобрить какими-то кондиционерами, бальзамами и масками, потому что вы просто не прочешете свои волосы. Лично я один раз попробовала и поняла, что надо идти и что-то делать, я там с несмывашками замучилась, что-то делать, в общем, после него обязательно кондиционер и бальзам нужен. Но отвратительный аромат я просто нейтрализую тем, что мне все-таки кажется, он укрепил корни волос, потому что после того, когда я начала плотненько им пользоваться, количество выпавших волос на моей расческе я стала замечать меньше. В общем, мне понравился данный шампунь и если вы придете в аптеку и увидите два разных вот этих шампуня от Эвенал и вот этот Женьшенью, от всей души советую попробовать этот шампунь Женьшенью, очень понравился, несмотря на то, что у него отвратительный аромат, но подействуем, он действительно хороший. Ну и как производитель говорит, вот здесь с витаминами и кстати, да, вот эти вот шампуни все нужно наносить на волосы на 2 минуты, его нужно наносить на волосы, массировать в течение 2 минут, потом смывать, для того, чтобы все активные ингредиенты, которые есть в данном шампуне, они проникли в структуру и в корни волоса, чтобы они напитали и поработали. И мне кажется, да, действительно, возможно, здесь что-то присутствует, потому что, еще раз говорю, небольшое укрепление именно корней волос я заметила. Мне понравился данный шампунь, смело могу порекомендовать. Следующий продукт, это идет у нас уже ополаскиватель, кондиционер-ополаскиватель от бренда Green Pharma. Он у нас идет, кондиционер-ополаскиватель восстанавливающий с растительным кератином, церамидами для поврежденных и ослабленных волос в объеме 500 мл, с PH-балансов от 5 до 6. Что могу сказать, для меня это абсолютно слабенький, слабенький кондиционер, который слабовато работает на длине, после него обязательно нужно нанести какую-то не смывашку. Да, он дает такое, знаете, слабенькое-слабенькое увлажнение какое-то, кератина я там вообще не заметила, но мне кажется, все-таки он должен кому-то подойти как-то индивидуально, на мне он не сработал, к нему у меня рука не тянется. Сейчас он у меня, наверное, такой, знаете, после него, когда я пользуюсь данным кондиционером, я обязательно пользуюсь какими-то не смывашками, потому что мне его очень-очень мало. У него специфические ароматы по действию, мне он показался очень слабым, так что как-то меня не впечатлил. И самое вкусное, что я вам оставила, это, конечно же, маски за волосами. Я очень люблю маски за волосами, потому что в большей степени я всегда покупаю шампунь и маску, потому что мне кажется, так намного лучше действует именно уход за волосами. Первое, что хочу вам показать, первую маску, это маска называется Фарма Цитрус, она идет в такой коробочке, написано супер восстановление волос, данная маска идет у нас в такой шайбочке в объеме 250 мл. И данная маска у нас идет, сейчас вам даже скажу, восстанавливающая питательная маска для волос, подвергшаяся окрашиванию либо химической завивке с растительными маслами и экстрактом грейпфрута. Оставить нужно, держать на волосах от 2 до 5 минут. На самом деле, волосы после использования данной маски должны быть блестящими и кутикула волос, она должна, чешуйки все выровняться и волосы должны быть блестящими за счет того, что больше кутикулки не будут, вот эти вот чешуйки поднятые. Что могу сказать, данная маска очень жиденькая по мне, пахнет цитрусом, приятный аромат, она неэкономичная, ее нужно достаточно много нанести на ваши волосы. И я ей могу поставить 3 с плюсом, либо 4 с минусом, потому что данная маска, она не допитает, не доувлажняет, после нее тоже хочется нанести какую-то несмывашку, не дотягивает она до статуса маски. Но лично мое мнение, и после того, когда я воспользовалась данной маской, у меня даже сложилось мнение, что скорее всего, так как не подошел кондиционер и не подошла маска, скорее всего, в уход за волосами именно масок и кондиционеров, это, наверное, что-то не мое. Но у меня же есть еще одна маска, о которой я вам сейчас расскажу. И, в общем, могу сказать, что данная масочка для меня с небольшого разочарования, но я ее могу поставить в четверку. Для меня это проходящая маска, которая побудет у меня сейчас, рука у меня к ней не потянется, ее заново себе купить, так что как-то вот так вот. Следующую маску, которая мне понравилась уже, это маска Фарма ЖЖБА, она идет у нас экспресс-увлажнение с маслом ЖЖБА и 75% экстракта Анжелики. Она у нас предназначена для поврежденных временем волос, и она должна увлажнять как кожу головы, так и саму структуру волоса. Данная маска тоже идет в такой шайбочке в объеме 250 мл, и она уже действительно идет как маска, она густая, с приятным ароматом. Могу сказать, что эту маску нужно наносить от 2 до 5 минут, и она просто вау-маска, которая мне очень понравилась, которую я смело могу посоветовать. После нее не хочется никаких не смывашек, после нее волосы блестящие, они блестят, они напитанные, не увлажненные, они рассыпчатые. Мне очень понравилась данная маска, с удовольствием, когда закончится, я повторю ее снова, достойная маска, которую от всей души могу посоветовать ее вам. Срок годности после вскрытия этих масок и этой продукции всего 6 месяцев, и это, собственно говоря, сигнализирует о том, что данная продукция является натуральной. И подводя итог после использования данной продукции, как вы поняли, у меня появилось 2 фаворита, это шампунь с женьшенью и маска с маслом Жожоба, точнее, фарма Жожоба, увлажняющая маска. Эти 2 продукта я смело могу вам порекомендовать к использованию, потому что это действительно работающие продукты, которые, по крайней мере, очень хорошо сработали на моих волосах, и я их обязательно повторю еще. Остальные продукты просто мне не подошли по каким-то причинам. Могу сказать так, что натуральная продукция, несмотря на то, что натуральная, все равно ее нужно подбирать индивидуально, методом проб и ошибок, потому что что-то подходит, что-то нет, как, допустим, к примеру, с этими масками. Одна маска мне подошла просто великолепно, а другая сработала совершенно не как-то, что методом проб и ошибок можно подобрать свой реально работающий хороший уход. Смело вам от души могу посоветовать попробовать данную марку, потому что есть достойные продукты, которые действительно хорошо работают. Если вы пробовали данную марку, конечно же, дайте знать, что вы пробовали, что вы можете посоветовать, попробовать у данного бренда. А я же вам могу посоветовать эти 2 масочку и данный шампунь с удовольствием, потому что мне очень сильно, ребят, понравилось, как они сработали на моих волосах. Также не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новое видео, если вам было со мной интересно и полезно. Подписывайтесь на мой блог в инстаграм, мискик 9970, буду рада вас там видеть. И, конечно же, подписывайтесь на мою группу вконтакте, ссылочки оставлю в инфобоксе. Берегите себя и своих близких, с вами была ваша Ирина, а мы увидимся с вами в скором будущем новом видео. Всех люблю, целую, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok